По традиции, заседание Брестского облсполкома началось с обсуждения вопросов, касающихся наведения порядка на земле. Специальная рабочая группа на протяжении месяца исследовала Ганцевический район. Несмотря на то, что серьезных нарушений обнаружено не было, без недоработок, к сожалению, не обошлось. В частности, обнаружено большое количество пустующих строений, ранее выполнявших свои функции в сельском хозяйстве. По сельскохозяйственным объектам бросается в глаза то, что говорилось, неиспользуемые для района характеры ветхие здания. В докладе была названа цифра их более 100, но вот это характерно. Фактически по всем сельскохозяйственным предприятиям вот такие здания неиспользуемые есть. 65% выявленных нарушений уже устранено, остальные требуют больше времени, но по заверению ответственных лиц все будет исправлено в кратчайшие сроки. Первый вопрос повестки дня заседания касался готовности учреждения образования к новому учебному году. Всего их края насчитывается 1187. К слову, к занятиям приступит около 159 тысяч юных жителей области. Среди них более 17 тысяч первоклассники. Всеми гор-райсполкомами к началу учебного года сделан значительный вклад в улучшение материальной базы учреждения образования. Профинансированы капитальные текущие ремонты учреждения образования на сумму более 75 миллиардов рублей. Выполнен ремонт 84 школ, 52 дошкольных учреждений и 20 учреждений профессионального образования. На укрепление материально-технической базы учреждения образования привлечено из небюджетных источников более 36 миллиардов рублей. В условиях ограничения бюджетного финансирования, значительной работы по текущему ремонту помещений, благоустройству территорий выполнены учреждениями и хозспособом и собственными силами с помощью родителей и спонсоров. По словам начальника управления образования Брестского облсполкома Михаила Тихончука, все дошкольные и школьные учреждения области готовы к учебному процессу. На большинстве объектов, где проводился капитальный или косметический ремонт, работы уже завершены. Там же, где модернизация изначально была запланирована на более долгий срок, чем несколько летних месяцев, стройка никак не отразится на качестве процесса обучения. К слову, именно на качестве учебного процесса особо остановился глава области Анатолий Лис. В настоящий момент на фоне остальных регионов страны Брещино не может похвастаться серьезными успехами. Практически по всем показателям мы в середине списка. Мы должны понимать вместе с вами, что вся эта работа, подготовка, создание базы и так далее, она же должна сказываться на качестве подготовки наших учащихся. Подвоз, обеспеченность, учебный процесс, значит и так далее, и так далее. Оно для чего должно быть? Поэтому я всех предупреждаю и в районах, мы не в целом вот так будем оценивать результаты работы. Я уже неоднократно говорил, результат работы и каждого района, и каждой школы будет оценен по конкретному его вкладу и результатам. Не больше, меньше, а есть конкретная цифра, какое ты место занимаешь в районе, допустим, школа, значит, какое место район занимает в области и так далее, какое область занимает в республике. Второй вопрос заседания касался миллиарированных земель. Сегодня их в Брестской области насчитывается 758 тысяч гектаров. Притом около половины используются под сельскохозяйственные нужды. В целях повышения эффективности работы на таких площадях еще в 2010 году была разработана и принята государственная программа. В ход ее выполнения также рациональность вовлечения миллиарированных земель в хозяйственный оборот и стали предметом детального обсуждения. Сегодня надо сделать жесткую ревизию всех этих объектов. А не просто вкладывать деньги, есть деньги в программе, поэтому потихоньку будем размазывать на все объекты. Первое, мы с вами уже об этом говорили. Второе, те объекты, которые в высокой степени готовности, где осталось мелочи для того, чтобы ввести его в оборот. Те миллиаративные земли, которые введены в эксплуатацию, на затраченные средства, они должны давать максимальную отдачу. Третье, правильно, мы поставили задачу, как мы занимаемся меларированными землями. Мы же уже неоднократно говорили, зачем на торфяниках сегодня заниматься перепашкой и так далее, и так далее. Да нам же травм не хватает. На торфяниках надо многолетними травмами заниматься. Зачем их пахать, зачем их в вороте? Надо всеми возможными силами, средствами заниматься эксплуатацией. То, что мы говорим. Где не может хозяйство, нет возможности, нужна специальная техника и так далее. Там надо эти работы проводить. Все остальное, значит, хозяйство в состоянии. Нету сейчас таких зим, значит, снежных вот на протяжении последних. Морозов нету. Значит, спокойно можно всю эту растительность поубирать за зиму. Анастасия Страбко, Эдуард Вакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.